Всем привет! Ой, не успела, хотела заснять вам. Муж мне песню поставил. Поехали на дачу, да еще и Натали. Говорит, это все для тебя. А Ютуб может не пропустить ее потом заблокировать. Поэтому хватит моим зрителям. Я говорю, что это у нас тут за песня такая? Сейчас с работы выезжаем. Он говорит, все для тебя. Я говорю, ну классно. Как вы поняли, мы выехали. Погода сегодня не шепчет. На работе мне девчонки говорят, ну и что ты там будешь делать? Я говорю, слушайте, мы найдем, что там делать. Ну вы-то знаете, что нам там делать. У нас там работы полно. Мы как обычно, я говорю, мы только вечер будем разгружаться. Забрали пылесос из дома старый. Сушку купили, чтобы постельные перестирать. Ну и там видели с Икеи всякую вот эту мелочевку, всякую дребедень. Коллегу говорю, все, выжимаемся. Я говорю, после майских праздников ничего грузить, ничего везти, ничего покупать мы не будем. Никого в гости приглашать не будем. Говорю, будем приезжать, чтобы не загружаться, не разгружаться. Время и силы свои не тратить. Будем, говорю, приезжать с тобой, просто потихонечку убираться. Так что мы погнали, друзья. У нас вообще жесть-жесть. И гроза, и ветер. Все как потемнеет. Так что мы поехали, а вы как обычно вместе с нами. Кому интересно у нас, оставайтесь. Девчонки, вот такой антидождь у нас в машине, но обработанное стекло, и видите капельки, они прям стекают. И Олег такое заказал. Ну мы попробовали. Сейчас лучше будет. Ну там немножко, я думаю, хватит посмотреть. То есть, ну я и до этого, вы видели, наверное, оно. Ну вот, смотрите. Может быть, вам, конечно, отсвечивает. Но они прям, видите, они прям стекают. И мы взяли такой антидождь, но их сейчас, оказывается, куча. Здесь-то это Олег отправлял. Специалисты, короче, обрабатывали. И он очень доволен, когда вот мы ездили в Крым. Кто смотрел наши видео, тоже в дождики там попадали. Классно. Вообще грязь не остается, а быстро это все. Могутами не надо работать. Глязь не сохнет, а сходит вместе с каплами. Ну, разбегается, скажем так. И мы, короче, взяли сейчас попробовать. Ну мы в Озоне. Олег заказал в Озоне. Так бюджетный там 100. Сколько? Ну по акции 180-170. 180 рублей пузырек мы хотим попробовать в беседке. Потому что стекла тоже большие. Постоянно намывать. Ну как пластиковые, да? Сейчас большинство же у всех дома пластиковые окна. И также в беседке. Мы хотим попробовать помыть и также побрызгать. Так что посмотрим, что получится. Будет ли эффект или нет. Ну да, там и пыль не должна садиться. Но отзывы, по крайней мере, не будет так. И раз, два, четыре. Ну да. Ну Олег говорит, отзывы вроде неплохие. Ну и так, и так. Как правило, да. Но большинство хорош. Сколько людей, столько и мнений. Так что попробуем. Будем испытывать. Много чего будем испытывать. Как Олег говорит. У тебя там столько техники. Я говорю, да, только времени у меня не хватает с этой техникой. Сколько еще не пользовалась. Ну да, все лежит. То, что не открыто еще надо. Пока я не подойду. Стиральная машинка не смогла. Не смогла, а мне некогда. Что значит не смогла? С сушильным аппаратом тоже. Не смогла. Да. Или некогда. Не знаю. Утюгом еще не пользовалась. Утюгом вот сейчас перестираем, сушку везем. Хочу постельное новое перестирать. А зачем в этом сушилке и просушить, и развесить, и все? Я говорю, я не могу, мне надо гладить постельное белье. В полотенце я точно глажу. Зачем гладить, если сухое оно все будет? У тебя сушильная машина для чего? Я говорю, ну ладно, буду привыкать. Лучше парогенератором займись. Да, вырубаться сначала надо, чтобы парогенератор, а, парогенератор? Да. А я с этим, слышь, мне дарил на Новый год еще пара, этот, утюг-то, пара тоже. Ну, про утюг я тебе уже сказал. Ой, ладно. Побольше. Один ужин весь вечер нам готовят. Ну, это тоже, да, верно. А у меня ужин. Когда ты готовила, что-то там делала, у тебя вообще все будет, да? Так, а у меня сейчас блогерство много времени занимает. А сейчас я не считаю за это. У меня блогерство забирает время. Поэтому вы мне помогаете. В блогерстве отказываетесь помогать? Так помогайте тогда так. То есть, мы отказывались, но у меня этого не было. Чего им? Ну, ничего, ни подписчиков столько. Сколько людей только из одного меня смотрит. Только я золотой по комментариям. Да, давай, давай еще привлекай, давай. Активнее, активнее. Кстати, жалуются, что ты тихо говоришь. Им тебя не слышно. Ну, я думаю, пускай лучше не слышат, да? Когда я громко разговариваю. Я думаю, некрасиво будет, когда я ругаюсь. Громко разговариваю. Ты это редко делаешь. Поехали мы дальше. А то приходится музыку отключать, потому что YouTube блокирует все. Ну, не блокирует, а эти жалобы, жалобы на нас пишут. Так что мы погнали дальше. Мочь тебе? Приехали, а нас тут не пускают. Пенек мокнет тут стоит, сыреет. Почему он тут стоит? У нас тут навели порядки. Частично. Чего вот этот поддон не убрали. Сейчас Наташа начнет придираться тут. Ну, ладно, хотя бы это. Немного. Хочу посмотреть, что тут. Бутылка с водой. Надо распаковать тандыр. Саша с Леной переживает. Говорит, может, там его уже побили. Но надеюсь, что нет. Он вроде так хорошо упакован. Ну, теперь и я переживаю. Так, ну что? Мы только подъехали. Я вам быстренько сама посмотрю и вам покажу, что видите. Более-менее порядочек у нас тут навели. Готовим, готовим наводить здесь, готовимся наводить здесь красоту. Смотрю, а сама о своем думаю, с вами разговариваю, а сама о своем думаю. Но все равно уже приятно. Нет этого хлама. На террасе все повывозили. Подготовили тоже. Иду, дождик, слава богу, маленький сейчас. Хотя дал бы нам разгрузиться. Видите уже, какая красота, согласитесь? Уже приятнее, да? Приезжать. Но оно все равно с каждым разом приятнее и приятнее приезжать. Бочки. Ну, бочки, конечно, нет. Лопаты там остались. Вот такая мелочевочка осталась, да. Так что скоро процесс у нас задвижется. Пойду я под крышу. Скоро. Скоро все скоро. Каждый раз все скоро и скоро. А это скоро наверняка не закончится. Подготовили. Здесь у нас, видите, залиты теплые полы. Тоже ступеньки у нас с теплыми полами, чтобы снег таял. И вот здесь, вот эта зона тоже на входе в дом. Тоже с теплыми полами у нас. С подогревом, чтобы не было снега. И будем в этом году сейчас, если все нормально, с прорабом мы все-таки, так сказать, найдем. Дальше общий язык. Будем работать. Да нет, будем работать, конечно. Надо доделать. Хотим доделать в этом году вот терраску и вот эту зону облагородить. Так что подготовили все. Все чистенько. Завтра приедет. Будем встречаться с ним, общаться. Что и как. Слушайте, холодно. Надо идти в дом. Ой, зябка, лежачек. Не, как-то прям, ой, мерзко надо идти, теплую кофту одевать. Что, Наташа, закрываемся. Открываемся? Закрываемся. Что делаем? Закрываемся? Чтоб никто к нам не приехал. Чтоб никто не видел. Чтоб никто не видел, чтоб никто к нам не приехал. Надо было забор еще повыше делать, Олег. Чтоб нас вообще здесь не видно было. Ты все будешь сам носить? Конечно. Надо сейчас подкарить просто. Так, а надо крылышки же нам с тобой замариновать. Пока будем таскать, разбирать, чтоб они чуть-чуть у нас промариновались. Ой, а мне что-то прям знобит. Как это? Что делается? На ванну тепло. Да, здесь хорошо. Здесь даже на полы встаешь. Свет круче, что ли? А я не помню, там как включать. Все вверх включать. Все вверх включать. Пойдемте влечать свет. Тепло. На полы теплые наступаешь, прям так хорошо. Ой, ой, так классно. Друзья, я не могу вам даже описать, как это классно. Хотя, хоть даже и за окном и дождик. А здесь так тепло и уютно. Бери свое яйцо. Ой, я уже про него забыла, не разбил. Вот, хрупкую вещь. Тут раз я вам не показала, когда обзор, кстати, делала. Наташа, я тут ставлю все, теперь давайте. Мы хотим не будет толпаться. Давай, давай, ставь, а я буду сейчас разгребать. Ну, не все разгребать, буду так. Хотя бы раскидаю, чтобы завтра не мешалось. Сейчас я свет включу, покажу вам. Вот такое яичко я вам не показала. Тоже с пасхальной декорацией у меня. Потому что тут раз Олег сам грузился, я боялась, что он его мне побьет. А тут реально яички настоящие, хрупкие. Вот такая декорация, гнездышко. Прикольное, согласитесь. Классное поставить его. Вот такая красотища. Корзина декоративная. Так, ладно, девчушки, пошла я разгребать вещи. Не буду я вам снимать. Каждый раз вам эти снимать обзоры, как мы разгружаемся, загружаемся. Сейчас я быстренько все разгребу, сама раскидаю по местам, чтобы завтра не мешалось все это, ребята. А потом я вам уже сделаю обзор, то, что мы заказали на Озоне. Мы несколько доставок, ну там частями так привозят эту всю мелочевку. Что в Икеа купили, тоже покажу, что нашла, хотела ковтенку одеть. Она здесь уже стиранная, в новой машинке, но не глаженная. Знаю, что у некоторых блогеров пишут там, погладь одежду. Думаю, блин, сейчас одену и буду мятой. И мне тоже начнут писать, нет, думаю, Наташа, ты хоть и в деревне, но выглядей более-менее. Так что все, девчушки, разгребаю. Привезли старый пылесос. Наш Томас, любимый. Когда у нас еще были ковролины, мы покупали. Ну, моющим я им очень редко пользовалась. Можно сказать, наверное, раза два или три. А так, ну, мощный, классный. И дома он сейчас стоит, потому что мы Дайсон купили себе давно. И он, Олег говорит, давай заберем хоть, ну, вот сейчас такую грязную уборку делать, чтобы можно было им. Я говорю, ну, давай, что все равно дома стоит. А мне что не нравится, что его постоянно мыть надо. Меня это... А Дайсон, пускай он дорогой, но это классно. Это вещь вообще незаменимая. Когда мы его покупали, Олег вообще его не хотел. Ну, потому что ценничек такой приличный был. И он говорит, все, покупаем. То тебе Томас моющий нужен, то тебе этот нужен. Я говорю, ну, давай. По отзывам почитала, вообще такое классное. Мне что, нравилось то, что его не мыть, не вытряхивать, ничего. Контейнер открыл, мусорное ведро и все. Ну, вы видели у меня там во влогах, когда я в квартире убиралась. И мы купили, и он такой... Он сейчас в него до сих пор влюбился. Он говорит, ну, да, вещь, ну, да. Ты заметила, как участок облагородился? Да, я уже зрителям... Нету зеленушку уже, скоро косить только надо будет. Зрителям похвалилась. Ты сюда не можешь зайти, а я в тапочках туда не могу. А, нет, вот сюда могу выйти здесь чисто. Красиво, да. А сейчас, когда все вот это, наши клёны шаровидные зацветут, гортензия будет цвести. И здесь газончик, освещение вообще красота. Ну, хорошо же Василий у нас убрался. Ну, я и говорю, что... Молодец. Нет, он очень... Он исполнительный. Он очень... Ну, вот это вот. Но его, когда он из меня делает дуру, меня это прям обижает, я бы сказала. Так, перебил меня. Всё. Олегу дарили... Родственница Тоня дарила кроксы вот эти. Как они? Кроксы же правильно называется? Крокс. Крокс, да. И они долежали. А много лет лежали. Лет пять. Точно. Представляете? А он не любит такую обувь. А сейчас я ему говорю, давай заберём. Они такие классные. Так что вот, вот. Теперь будет в подарки ходить. Она им на день рождения дарила. Говорит, домик в деревне построите. Но никто ж не думал. Ну, мы-то знали, что мы так долго будем строиться. А так никто не думал, что мы так долго будем строиться. Купила мешочек для белья. Тоже просто коробочки достала в дом, чтобы лишнее хлам сюда не везти. Ну и старенькие куртяжки. Там жилеточки тоже забрала. Так что я сейчас, наверное, буду просто сумки разгребать, Олег. Да. Да? Нет, я внутри не буду. Я их, наверное, просто расставлю. Да, где это? А потом тогда разгребать. Ветровки это. Мне надо шкаф здесь протереть. А это что? Крышка. А, на зоне для микроволновки. Крышка. Да. В холодильник убирать. Креветки. Креветки, да. А, нет, креветки надо в морозилку часть. Но мы не будем. Ну, мы часть, наверное, сейчас пожарим. А часть давай, чтобы они пока не разм... Да, оставь здесь. Я сейчас часть сразу... Оставь, да. Я не успеваю. Все, я так не могу. Быстро, быстро. Сама дома. Швабру привезла, думаю, в беседке окна. Потому что я так не могу. Они два года не мытые, как их установили. Я Олегу говорю, дай я свою чудо-швабру, этот белый кот, возьму. Говорю, она со сгоном и тряпочкой. Ну, сгон выворачивается. Просто мне неудобно сейчас. Обе руки заняты. Выворачивается. Я говорю, я тряпочкой пройду, не буду ни натирать ничего. Тряпочкой пройду и сгоном. Я говорю, ну, хотя бы они будут свеженькие. Я знаю, что у нас беседка, говорю, уже такая идеально, скажем так, подготовленная к сезону. Так что, ну, вот, все, все, Наташа пошла работать. Встречаемся с вами за ужином в беседке. А нет, будем, может быть, вместе еще мясо. Живут в деревне. Взяли крылья, а то мы взяли этот, как его, грудинку там, да, 10 килограмм. Теперь поехали, взяли на этом же заводе, так сказать, на нашем бывшем крылье. Сейчас я замариную, пожарим на ужин, а остальную беру в морозилку, потому что они продают только по 10 килограмм. Ну, получается, намного дешевле. И взяли тоже бедра там, ну, там коробки было, это мы просто переложили. На уже майские праздники тоже молодежь приедет, они курицу едят. Там, ну, есть люди, которые не едят свинину, поэтому с курицей. Ну, и так, я говорю, все равно, когда и шашлычок, тоже вкусненько с него делать. А там тоже на этом заводе продается, ну, как вы поняли, все оптом. И поэтому и дешевле получается. Олегу говорю, да бери, чего, морозильная камера у нас есть. Сейчас это я туда снесу. И хочу вам показать, взяли креветки, он один раз взял, попробовать. Я говорю, ой, чуть дешевые, и типа такие королевские, большие. Ну, они тоже вот коробочкой. Мы втраз с ним дома нажарили, такая вкусняшка. И сейчас вот я хочу половину, мы хотим пожарить на костре, а половину уберу на Цезарь, на Пасху тоже пойдет. То есть, ну, прикольные, вкусные. Я думала, что они будут сухие, когда мы с Олегом разготовили. Я думала, что они будут сухие. Нет, вообще смачные. Мы с ним на три части разделили. Одну часть в соевом соусе на сковородке с чесночком сделал. Съели. Давай тут же еще добавку. Или варил. Ну, ладно, не суть. Еще добавку. Короче, мы всю пачку приготовили, но не съели, не доели, не осилили. На следующий день доедали. Поэтому я им сейчас говорю, давай немножко, потому что мы еще крылышки хотим покушать. Ну что, курицу я замариновала. Мясо разложила по пакетам. Олег все носит и носит. Ругается на меня. Говорит, ты собираешься уносить все? Ой, девчонки, не знаю. Сейчас же буду кидать все по местам, чтобы мне 10 раз... Так, пакетики я свои забыла. 10 раз вам все не показывать. Я, наверное, вам частично сделаю обзорчик. То, что я сейчас буду... Ну, допустим, подушки. Вам же все равно интересно будет, да? Как мы тут обживаемся. Вы же уже, в принципе, с нами здесь обживаетесь. Не могу удержаться. Хочу посмотреть вот это вот сама. Что же тут такое? По отзывам писали хорошее. Я в Икеи не стала их брать. Ну, тут, кстати, надо будет же еще на это проверять, да? На целостность. Мы же с тобой с машины в машину и не проверяли даже ничего. Ну, а зон? Ну, я и говорю, надо же проверять. На целостность будет не затягивать. То есть завтра же тогда мне надо будет все это вскрыть. Ой, да что ж такое-то, а? Наташа спешит. Ой, девчушки, красота. Люблю я, такие штучки все. Были по отдельности, но подороже. Но они, может быть, побольше. Ой, а эти маленькие такие крутые вообще. Я хочу ванной там поставить. Может быть, даже просто на окошки поставить. Смотрите, какая красота. Там, наверное, вам отсвечивают. Не знаю даже, куда вам лучше. Реально, как настоящие. Они прям как живые. И даже земля как будто живая сделана. Так, еще одну открываю. Больше не буду. Не буду терять время. А то муж меня сейчас уволит. Ой, они даже стараюшки разобрали. А я ее не увидела. Слушайте, ух, хозяйка. Помните, я вам говорила, что эти там вани их. Была строительская, туалет. Посмотрите, убрали все. Красотища. Так, вот, не успеваю я вам все показывать. И вот такой вот тоже. Прикольно. Ну, вот их в наборчике пять штучек. Завтра я вам все покажу, девчонки. Все, не буду тратить время. Да, а там, кстати, прикольно. Вот как здесь можно все успеть? И там, и сям, еще и мамуля обижается, что... Ну как, она все равно не обижается. Но я ее как мама, сама мама, я понимаю, что... Я говорю, мама, мы сейчас приедем, пока разгрузимся. Уже там пока, ну, разгребу. Потому что завтра доставка, эти всякие строители. Я говорю, все это будет мешать. Мне надо их хоть раскидать. А время-то уже, да, восьмой час. Она, не, дочь, я тебя понимаю. А как ты тут даже не успеешь? Вот там надо посмотреть. А надо посмотреть, так же, Олег. Вещи носит, пошел, и окно открыла. Пошел, взял сетку. Сетки ставит хотя бы в цоколе, чтобы мушкара это не летело. Слушай, а я даже и не заметила, что они и там-то разобрали. Вообще красота, да? А что они там покидали за хозблоком? Там тенки, я сказал, оставить. Ага. А то у меня там сирень, чтобы они мне там сирень, не за это. Вот, накроем с тобой. Косить не хочет, говорит. Я не буду кости. Я говорю, я буду кости. Я у мамы косила, мне нравится. Просто было бы время. А так ходишь. Я и такой, как они, как они правильно называются, как у мамы. И такой бы косила. Я привыкшая работать. Ничего страшного здесь. Я не вижу. Я говорю, было бы у меня время, я бы делала больше. Так, все. Все, девчонки. Я даже не знаю, с чего начать. Какая-то у меня сегодня суета. Так, купили. Ну, я все. Вот это на Азоне заказывала. Попроще, подешевле подушечки. Бамбук. Тоже все. Я все выбираю. Если через интернет беру, то я все беру через отзывы. Взяла две таких подушечки. Но две еще не пришли. Придут на следующей неделе. Ой-ой-ой. Ой. Все тут у меня сыпется. Для гостей. Так что две подушки для гостей. И еще две. Ну, я взяла разные. Чтобы не брать одинаковые. Чтобы понимать разницу. Хотя я ее не пойму. Потому что гости на них будут спать. Но все равно, думаю, смысл брать все одинаково. Также одеялки. Я взяла одно летнее, одно теплое. Ну, тоже на Азоне заказывала. Чтобы было одно. Сначала хотела два легких взять. Потом думаю, потом возьму два теплых. А думаю, а смысл? У нас же не будет так часто гостей. Думаю, одно летнее, одно теплое. И нормально будет. Заказали также тапочек, куча здесь. Тоже разных размеров. Так что вот. Вот, вот, все.